здорово братцы вы думаете подвижняк пошел нет это так фигня сегодня понедельник 5 октября приезжала с у нас утра таможня у меня сегодня крайний срок доставки видите третья машина пришла и четвертая вернее короче я не знаю что здесь будет прилипли мы здесь не по-детски походу меня сейчас перегоняет вот туда якобы там должна будет быть зона свк которую они до сих пор здесь никак открыть не могут почему мы стоим вы не делать это утром просто и как сказал сегодня таможенник если зону свк завтра до 10 утра не откроют они меня направят на склад временного хранения то ли в иркутск то ли вам ангарск короче куда-то туда 800 километров в одну сторону плюс-минус не знаю другие говорят что шефу говорят что срок транзита продлят короче я пока точности сказать не могу в действительности что здесь будет но вот они меня сейчас загоняют сюда и у них здесь прямо вон там как и написано зона таможенного контроля на воротах по идее это все должно быть вот это вот здесь у них как бы он был зона это было но то ли лицензия у них закончилась то ли что и вот поэтому они сейчас это заново делают это открыть не может короче не знаю чем все это вам открывать надо в эту сторону не знаю чем все это закончится сколько мы здесь будем стоять сколько мы тут будем печать может пока все машины соберутся может понятия не имею короче полная хрень какая-то пока короче я сходил посмотрел не знаю чтобы я там сейчас не пулькнул ангаре там большой трактор есть если что вытащит но там такой песочек рыхленький слегка грязноватенько болотцы если дождь пойдет утонуть в три секунды еще так зашел тихо спокойно аккуратно мне вообще говорит у прямо так вот зайдешь говорит и становись в общем то я так наверное сделаю мне ничего так идет она хорошо в общем все пазлы теперь сложились вот это вот что там куча железа всякого это бэушный завод по переработке там опилок что-то такое вот серби из боснии привезли им вот там тоже зона там открытый склад временного хранения вот здесь должны сделать точно то есть вернее он сделан вот осталось оформить документы вот на этот склад это новую просто территорию они огородили ну тут как бы все это дело утоптали ну я не знаю пока сухо может быть сюда и заедешь но я как бы вот сюда заехал то ну сами видите видели нормально вот ждем мы теперь завтра 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 должны сказать если они получат документы на эту территорию значит все завтра мы выгружаемся если нет то завтра скажет дальше наши действия вот так вот сюда вот если вбиться так точно будет беда это вот сейчас просто хорошо сейчас сухо сейчас сюда вот если заехать то все и утонешь пока никуда заезжать больше не буду и таков я тут тоже крутить не буду стоим вот как заехали по прямой до завтра ждем вот сказал сначала этот завод будет монтировать лесопильный который мы привезли потому что сначала надо лес напилить чтобы и лесопилки а потом уже тот 2 в общем вот такие вот дела даже сеткой обтянули колючкой проволокой наверное даже можно если вдруг выезжать вот сдать туда потом задом вот сюда и вот туда вот выехать чтобы пятака здесь не крутить по этому песку если дождь пойдет тут будет грязь вот начнется тут будет беда вот это ведь уже старая техника отжила свое все когда-то эту ездила теперь это уже просто осталась куча металлолома потому что его положили что-то крыша к это смятая ощущение что его положили что он лег на крышу вот почему-то у меня такое как-то он видится он весь и раму тут свернул или что она что нет ну очень похоже на то вот это тоже да этот уже точно свое отработал припарковался тут навечно но это тоже но причина чего он тут припарковался тут вот видите лично мне кажется что он лег на крышу вот так что дальше все стоим ждем так брат состояние состоянием я кажется сегодня выяснил что тут душ есть видите какие тут кабинки душевые даже стиралка кто-то стирается это здание завода управления сегодня уже вторник шестое мы все стоим о том же все буду рассказывать чё как было сейчас уже придумывать будем полоскаться какой выбрать вот эту или вот эту вода тот счет ё-моё огонь все тогда будем располагаться надо полоскаться потому что уже уже надо ну наглеть мы не будем еще пока носить есть что по поводу стиралки а покупаться нужно смотрите какое счастье смотрите какой снег херачит ё-моё так-то душ огонь вообще классный не знал тут через день всегда то я мог делать то нечего пацаны стоят вот третья машинка дав пришел он субботу пришел вчера сюда к нам приехал вот мы дождались снега а я вон там где те фонари светят за тем забором да неприятно все резко погода испортилась просто резко все же зеркало не видно интересно как меня тут заметят за ночь температура уже один градус все зимушка зима к выходным тут вообще снег сильный короче зима пришла по ходу теперь уже настоящая дождались и снова доброе которое утро если может быть утро добрым на седьмой день стояния да да сегодня уже неделя все-таки снежочек видно прекратился ночью потому что сами видите не сильно засыпала хотя мило вчера я ложился спать света белого видно не было но подморозило так особо грязи не наделала наоборот так сейчас где-то грался три мороза уже солярки тут напалил за неделю эти дни то хоть стоял хоть днем автономку включать не надо было о первое зеркало залеплены все дела ой дурдом ой дурдом короче рассказываю может быть я уже говорил в общем вот это вот территория вот это вот вся вот это должен быть склад свх временного хранения там у них другой склад там сушильная сушиться пилки оборудование привозили связи все с боснией перед машин 40 было здесь должны выгружать все наши он даже таблички если вам видны по краям зелененьким это не пойдут в тапочках утонутом возможно вот у них нет лицензии пока документальные вот именно что разрешить сюда вот этот выгружать этот груз который мы привезли должно быть 16 машин вот они подали на лицензию но видно с этим делом слегка притормозили думали все это будет быстро окажется все это не быстро как мне еще рассказали на рассмотрение таможни дается 10 дней чтобы дать им добро на этот на этот склад чтобы здесь можно было хранить товары потому что когда все сюда свезется только тогда они растаможат то есть надо растамажить полностью всю линию ну это дураку понятно по частям никто такое не растамаживает вот с нами что срок доставки у меня вчера закончился мне позавчера даже не его вчера позавчера начали закрывать вчера закончили сейчас со мной надо что-то делать те пацаны которые стоят они хотели раньше грузились но не там через беларусь ехали у них там сроки доставки по-моему у них девятого сегодня у нас седьмое просто так по законодательству машина стоять с грузом таможенным не может по прибытию должно быть три варианта либо должен быть груз растаможенный поехать выгружен либо выгружен на склад временного хранения вот то бишь вот сюда где мы сейчас находимся либо транспортное средство должно быть помещено на склад временного хранения там открытого типа ну то бишь стоять на разрешенной также территории растаможить они не могут потому что должно прибыть все оборудование как поняли на эту территорию разрешение пока для выгрузки у них нет но естественно в том же чунском вы сами видели таможню никакой зоне с выходом речи быть не может поэтому сегодня решается такой вариант сегодня меня будут направлять на склад временного хранения открытого типа в иркутск сегодня мне оформят туда транзитку все ту доставку мне уже закрыли но транзит сделают до понедельника то есть сегодня среда седьмое до понедельник какое там число будет в общем до понедельника получается если до пятницы они здесь на этой территории не получат из уха то есть документально не оформят склад временного хранения выходные таможни не работает то бишь субботу в 5 часов вечера я можно спокойно выдвигаться и мне придется ехать туда почему такой длинный срок ну якобы я сейчас буду в пути здесь ехать 800 километров но я пока буду стоять если они до пятницы это все дела здесь получат то то тут просто эту транзитку аннулируют или что-то я ведь это обнуженные дела не знаю но сам факт вот в этом если же до пятницы ничего не произойдет значит в пятницу вечером в субботу утром мы будем двигать в сторону иркутска туда приедем в понедельник нам надо будет прибыть наш срок доставки будет понедельником прикиньте туда приедем в понедельник а в понедельник эти получают лицензию сюда на этот склад разворачиваемся едем обратно 1800 800 туда-обратно 1600 километров ничего так попадало так что вот такой вот папандос 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 все как всегда понятно что это косяк получателя естественно не попадают на бабки на простой на все дела и тем более понятно что им не хочется гонять эту машину оплатить еще 1600 километров всем здрасте в очередной раз пятница пришла девятый день великого стояния если мы пойдем за водой колонка такая интересная я вчера с канистры ходил сейчас мы едут дополним вот и пойдем с этими пляжками которые внутри едут видите у нас ночью опять снежочек прошелся все великое состояние продолжается ну по идее сегодня как говорил классик решается судьба сего предприятия если удастся достать ордера на воробьянецкие стулья так же и у нас кстати что-то пацаны приходили тут в этих обломках ковырялись вот если удастся сегодня как получат они это разрешение но я сильно сомневаюсь время уже сейчас 11 движника никакого единственное что сейчас выйдем на улицу покажу пришла я не знаю говорил не говорил пришла третья машина которая третья грузилась мы четвертые и пришла пятая машина эстонист приехал третья там питерские номера ой московские номера с новгорода там коллега и эстониста молодой парень приехал но и сейчас там стоящих покажу пойду за водой а первые две вот белорусы они сегодня утром уехали куда-то вот сюда поехали ну это на чунский не знаю может их скорее всего на таможне я думаю их вызвали у них сегодня срок доставки заканчивается 9 октября вот по ходу дела если сегодня они ничего здесь не сделают что более чем вероятно нам должны дать документы мы должны уехать в Иркутск на склад СВХ по идее мы уже туда едем просто что срок доставки дали большой ну так объясняли потому что я второй день я никого не вижу вообще никого никто не приходит не подходит ну ждем сегодня результатов пока пошли за нашими пляжками вон они лежат три штуки еще одна целая есть пойдем водички наберем это я когда ленюсь вылазить в канистру набирать то что ты не достаешься одной рукой неудобно я прям в кабине наливаю ленивый прыгать туда-сюда пошли кустом с контрол зоны вон стоят это красная ренушка это эстонец приехал и за ним дав дав там 14 доставки у эстонца не знаю а скамеек нету пацаны уехали сегодня еще 8 не было они уже уехали но мы за водичкой я у местного спрашивал тут у мастера где воды нам брать там туда-сюда я приехал в общем-то задаренный водичкой говорит не знаю вода плохая покупать надо вот я эту набирал здесь нормальная вода ни запаха ничего тут чей-то двор ну вот тут такая вот стоит штукенция прикольно минут 15 мне понадобилось в двадцатку налить ну что пробуем накачать уже кто-то набирал течет видите все тогда будем наливать ну 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 только грязи наделал еще снег к такой барабанчик на сушили опилки сушить барабан боснийская все оборудование все очередной поход сельпо зона кустамс вот вам и зона кустамс доков на зону нет хоть не тает пока 0 на улице пока еще морозов не было уже какой-нибудь движняк пошел как уже надоело стоять если бы вы только знали в рации уже солярки тут ножок надо было замерить так тоже знал что будет такое стояла так бы я замерил скорее напалился эти дни два раза в день заводка на час-полтора утром вечером автономка частный выключается может днем выключу конечно посмотрим как солнышко пригреет если пригреет ждем дальше